Привет, друзья! Как известно, Лукашенко улетел в Москву к своему любимому Путину, или к не очень любимому, я не знаю. Я надеюсь, он там конкуренцию Шейгу не составит, но давайте перейдем к серьезным вопросам. Итак, Лукашенко улетел в Москву, вроде бы как сдавать Беларусь Путину. На самом деле, вряд ли это сейчас случится. Лукашенко, у меня дети за спиной, я на Майдане в Киеве, у нас в отличие от Беларуси свободная страна, и кто как хочет, так и орет, включая Майдан. Но это не столь важно. Итак, Аброфюрер прекрасно понимает, что сдав страну Беларусь Путлеру, на следующий день, на следующее утро он уже окажется ненужным, не то что свидетелем, а вообще ненужным. И его тем другим или третьим способом будут устранять от власти, и скорее всего, в лучшем случае, его будет ожидать судьба Хрущева, а в худшем случае, судьба Чаушеского. И, понимая это, конечно же, Аброфюрер не станет так просто сдавать свою собственную страну, которую он еще не до конца ограбил и не до конца затиранил. То есть, они с Путиным должны были там подписать кучу дорожных карт, и насколько мне стало известно, что все эти карты дорожные будут подписаны. Одно только но, из проекта договора, который будет подписан там завтра, изъяли наиболее интересные для Путлера дорожные карты о интеграции Беларуси. И подпишут второстепенные, которые, собственно говоря, никому, ни к чему не обязывают. Соответственно, Беларусь пока что останется свободной. И если кто-то рассчитывает, что сразу по приезду Аброфюрера из Москвы Беларусь перестанет существовать как государство, ну, это, скажем так, преувеличение, этого, по крайней мере, пока что не произойдет. Просто в силу того, что у Аброфюрера есть чувство собственного самосохранения, и он прекрасно понимает, что с ним произойдет на следующий день после того, как он даст собственную страну Путину. Продолжение следует...